В целях исполнения муниципального проекта формирования современной городской среды в Хасавюрте проводятся выездные встречи, специально созданные комиссией по обеспечению реализации данного проекта. Главный инженер ООО спецавтохозяйства Эдрис Джасуев от лица жителей города обратился с заявлением в администрацию города о реконструкции подземного пешеходного перехода, находящегося на железнодорожной станции Хасавюрт, поскольку на сегодняшний день переход не соответствует современным требованиям, а также не отвечают нормам безопасности, так как тоннель является местом общественного передвижения с одной части города на другую. Мы это давно его чистим, готовили, но у нас не было его готовить, оставить, потому что она сверху притыкала, все изоляции, то, что ставили электропровода, все она сгорала. Вот этот железнодорожный проезд, который сверху идет, она всю воду, все это, все потыкает вниз. Постоянно, каждый год стараемся, чтобы вот это чисто было, она не остается, потому что там свет не остается, без света. Мы даже раньше ставили туда, через отдел охраны, через милиции, ставили там видеокамеры, ставили лампочки, все, каждый месяц лампочки ставили. Ну, это все не выдерживалось, потому что туда попала влажность. Вот эта влажность не удавала никакой работы, и все, она протекала вниз. На встрече были представлены подготовленные дизайнерские проекты об устройстве объектов подземного перехода, расположенных на привокзальной улице и по Махачкалинскому шоссе. Члены комиссии также рассказали о преимуществах участия в проекте, планируемых работах, открытости и прозрачности программы. Предложение о реконструкции подземного перехода по Махачкалинскому шоссе было представлено инженером управления коммунального хозяйства Альбеком Балаевым. Я под эту программу предлагаю вот эту аллею от Датуева до самого объездной дороги, вот эту аллею реконструировать, потому что она сегодня не соответствует своим стандартам, плитка уже вообще вся выцвела, нет скамеек, нет ограждений, чтобы зелень не топтали, чтобы деревья не портили. Зеленую зону надо обновить частично. У нас есть уже утвержденные по этой программе, есть проекты дизайны, которые мы предлагаем на сегодняшний день для этой аллеи. По словам заместителя председателя комиссии, в муниципальную программу формирования современной городской среды также войдут объекты культурного характера. Все сроки по обустройству проектов будут соблюдены. При этом необходимо пройти ряд процедур по отбору и составлению перечня объектов, которые будут обустроены в текущем году. В продолжении Балаев подчеркнул, что бульвар по улице Грозинская будет реконструирован от улицы Датуева до объездной трассы БАМ. По муниципальной программе мы внесли тоже предложение, вот эти переходы как на вокзале, вот здесь и так же реконструировать его. Эти средства, которые нам выделены, мы должны их освоить в этом году и показать свой план мероприятий, который мы должны провести. Дети боятся даже сюда заходить, поэтому нужно тут создать такую обстановку, чтобы любому приятно было зайти, пройти отсюда, чтобы не создавать безопасность движения, дорожное движение, не создавать какие-то осложнения, чтобы дети могли спокойно переходить до улицы. Предлагаемые эскизы дизайн проектов предусматривают облагораживание и озеленение наиболее посещаемых объектов города. Как отметили члены комиссии по обеспечению и реализации муниципальной программы, финансирование отобранных проектов будут осуществляться за счет средств из федерального бюджета. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа Пульс.